Операция «Снегоход» прошла в Ненинском округе. Профилактическое мероприятие провели сотрудники ГИБДД, Гостехнадзора и представители Общественного совета при управлении МВД России по Ненинскому округу. Цель рейда – предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности при эксплуатации внедорожных средств. Как показала проверка, водители снегоходов к встрече с надзорными органами готовы не были. Сегодня сколько уже остановили водителей снегоходов? Ну, два снегохода с одного деда. Как они? Не важно. Не важно, скажем так. Это пока двое. К концу дня водителей, управляющими мототехникой, без соответствующих документов, будет выявлено уже 20. Инженер-инспектор Ростехнадзора Ярослав Кузьмич рассказывает о первых результатах операции «Снегоход». Несколько раз в год ее устраивает там, где происходят наиболее массовые покатушки. Одно из таких мест – район автозаправочной станции. Один, значит, госзнак снял с кофром, который закреплен на кофре, и управлял снегоходом без доверенности. То есть снегоход зарегистрирован на одно лицо, а управлял – другой, не собственник. И что делать с таким водителем? Ну, там по нашей линии до 300 рублей штраф. Ну, предупреждение на первый раз. Всего в ходе рейда было проверено 41 внедорожное транспортное средство. Выявлено более 20 административных правонарушений. Из них 7 водителей не имели при себе необходимые документы. Еще у семерых отсутствовали права управления транспортным средством. У двоих была незарегистрирована самоходная техника в установленном порядке. И иные правонарушения. Всех нарушителей ждут внушительные штрафы. То, что не имел при себе документы – 500 рублей штраф. То, что не имеет права на управление, то есть водительское удостоверение не получал, там от 5 до 15 тысяч штраф предусмотрен. И то, что не зарегистрировано в установленном порядке – 500 до 800 рублей. По словам инспектора по безопасности Светланы Фроловой, большинство водителей не осознают всю ответственность при управлении данным видом транспорта. Это показывает и статистика. В Ненецком округе за 2017 год и начало 2018-го зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием снегоходной техники. Из них в состоянии алкогольного опьянения совершено 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, и 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Снегоход, как и автомобиль, это тоже техника. Конечно, необходимо получать и права, и проходить вовремя техосмотр. Ну и, конечно же, очень много людей, я так думаю, считают, что можно легко в состоянии алкогольного опьянения сесть на Буран, но техника довольно-таки коварная. Хотя выглядит она так просто. Сел и поехал. Как и прочую мототехнику, снегоходы необходимо регистрировать в органах гостехнадзора. Процедура постановки на учет проста. При регистрации необходимо предоставить паспорт самоходной машины и документы о приобретении. После этого владелец техники получает свидетельство о регистрации, талон на прохождение техосмотра и один номерной знак. Затем техосмотр следует проходить ежегодно. Также сотрудники полиции напоминают, что для управления снегоходной техникой необходимо пройти обучение на категорию А1 – удостоверение тракториста-машиниста.